По какой-то неведомой причине о сериале Озарк почти никто не знает. И именно поэтому я подумал, что мне стоит рассказать вам о нем. Так как я частенько рассказываю вам о сериалах, обделенных вниманием масс. Будь то проповедник или мужчина ищет женщину. Меня до сих пор зовут Джаст Илья, и давайте отсюда поподробнее о самом сериале. Позволь попрощаться с детьми. Они спят, а я... И да, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под выпуском, ну а также вступать в мою группу, ссылка на которую будет в описании видео. И я серьезно, поддержите ролик, ведь вы понимаете, как это помогает алгоритму и мотивирует меня на создание новых роликов. Во-первых, хочу отметить очень важный момент. Если вам понравился первый сезон сериала «Настоящий детектив» и сериал «Во все тяжкие», то в принципе можете выключать это видео и идти смотреть сериал Озарк. Потому что он попадет прямо в ваше сердце. Лично я посмотрел весь сезон за два дня и не жалею о потраченном времени. А будь в нем сезонов пять, я не знаю, и я бы, наверное, пришел на работу и специально сломал бы себе руку для того, чтобы получить большой больничный, чтобы освоить весь сериал. Говоря о том, как именно он похож на сериал «Настоящий детектив». Атмосферой. Крайне гнетущие пейзажи Южного Штата. И общая атмосфера отчаяния. Ну а на «Во все тяжкие» сериал похож своей сюжетной составляющей. Специалист по отмыванию денег Марти Бёрд, работающий на крупный мексиканский наркокартель, в силу экстремальных обстоятельств вынужден переехать из Чикаго в захолустный курортный городок на озере Озарк в штате Миссури. Компанию ему составят жена и двое детей. Мотивация к активным действиям у героя завидная. Он должен найти способ отмыть в Озарке 8 миллионов долларов, иначе его самого и всю его семью убьют. Да, вот только место для прачечной оказалось уж очень неподходящее. И деньги отмывать тяжело, и местные не слишком дружелюбны. Герою предстоит иметь дело с брутальной главой местного стрип-клуба, локальной бандой мелких преступников и даже региональными производителями героина. Да и родной наркокартель дышит в затылок. Не говоря уже о сложностях в личной жизни. По мере просмотра невольно вспоминаешь сериал «Во все тяжкие», хотя сюжет имеет очень отдаленное сходство. Манера повествования чем-то схожа-то, и собранный герой, умеющий ловко решать сложные проблемы и постепенно преуспевающий в преступном мире, хотя когда-то и не помышлял о такой карьере, напоминает Уолтера Уайта. В общем, аналогии напрашиваются. Да, в согласии на работу со вторым по величине мексиканским наркокартелем Марти Бёрд, и не подозревал, к чему приведет его, казалось бы, обдуманное и взвешенное решение. С беспечной улыбкой в погоне за безбедной жизнью, Марти и его супруга Вэнди навсегда покинули уютную нишу среднего класса и оказались в зале ожидания. В числе тех счастливчиков, которые уже совсем скоро ни в чем не будут нуждаться, а их главной проблемой станет то, как потратить свои честно заработанные деньги. Мало тебе было, да? Деньги присвоить решила? Хочешь развода? Я тебе покажу, где раки зимуют. Ты проиграешь. Озарк неоднозначный и, на мой взгляд, несколько перенасыщенный социальной драмой сериал. Его авторам удалось создать почти осязаемую, липкую и тягучую атмосферу жизненного тупика, бесконечного поиска и попыток пробиться к новой, лучшей жизни. Они наполнили сериал разными, сложными образами. Каждый со своей историей и драмой, со своей верой, желаниями и убеждениями. Кстати, стоит отметить, что Джейсон Бейтман, исполнитель главной роли, известен в основном своими ролями в большом кино и, как правило, в комедиях, вроде «Больше, чем друг» и «Несносные боссы». Будешь? В 8.15 утра? 18-летний скотч. Хочешь повышения? Заслужи. Но в сериалах он смотрится заметно лучше. Бейтман также пробует себя в режиссуре, и в Озарке он выступил в качестве главного дирижера. Он в этом сериале режиссировал несколько эпизодов, и, что очень важно, он режиссировал первый эпизод, задав полностью планку стиля, повествования и вообще всей режиссуры этого сериала. В целом, актерская работа Бейтмана, как и режиссерская, давайте подписаться на канал в случае, если вы тут впервые. Также перед вами рекомендации других сериалов, о которых я рассказывал ранее. Всем спасибо и пока!